приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня мы приготовим особый сыр сыр карфили этот сыр родом с британских островов на сегодняшний день есть только один производитель в графстве уэльс достаточно небольшая частная сыроварня которая готовит сыр карфили в конце 19 в начале 20 века этот сыр был очень распространен не только в британии но и во всей европе но а в британии его сделали восьми первый раз сделали в 80-х годах 19 века для шахтеров то есть этот сыр служил ежедневной пищей шахтеров ну вот такая вот история что касается приготовления что меня заинтересовало в этом сыре во первых мы будем делать процесс чедеризации такой простенький то есть по рецепту и во вторых срок созревания сыр созревает за три недели то есть достаточно быстро мы получим конечный результат и так скажу несколько слов о ингредиентах мы будем готовить из 20 литров молока это будет цельное не пастеризованное молоко вчерашнего дневного удоя то есть на молоке поднялись сливки но сливки мы в этом сыре не снимаем так как он короткого срока вызревания и собственно говоря сам сыр то есть так как его делали повторюсь для шахтеров он должен был быть достаточно питательный и сам по себе он такой достаточно жирный по поводу заквасок и ферментов значит нам понадобится сухая мизофильная закваска м а 11 она особая для этого сыра сейчас я не запомнил сложные сложный процесс она геоферментивная то есть эта закваска не приводит к газообразованию получается что сыр в нем не образовывается пузырьки газа пузырьки для кислоты и сыр без ну без дырочек грубо говоря без отверстий внутри закваски на 20 литров молока мы используем половину чайной ложки также нам понадобится фермент можно использовать жидкий сычужный фермент можно использовать сухой сычужный фермент мы используем сухой растительный фермент 1 чайная ложка но в частности для для зрителей из для сыроделов из украины интернет-магазине 413 ком я можно купить готовый набор для приготовления сыра карфили на 10 литров вот так вот он выглядит в нем две колбочки и собственно говоря в нем закваска и фермент также нам понадобится хлористый кальций хлористый кальций будем добавлять в молоко перед несением фермента понадобится нам три столовые ложки 10 процентного раствора хлористого кальция это что касается ингредиентов что касается оборудования водяная баня мы используем мармит это приспособление для горячей линии раздачи и столовых мармит фирмы хорека можно его купить в интернете постоянно под каждым видео про сыры спрашивают что у вас для за сыроварка не сыроварка обычный мармит стоит он около 80 евро ищите по объявлениям в своем регионе они продаются ну практически в каждом регионе есть фирма которая занимается оборудованием для столовых и можно совершенно спокойно купить мармиты понадобится друшлаг понадобится лира и для нарезания сгустка если нету лиры то тогда нам понадобится длинный нож понадобится шумовка и вот такой вот термометр чем удобен этот термометр тем что его можно закрепить на борти кастрюле если у вас нету такой вот водяной бани электрической можно использовать обычную банальную водяную баню которую использовали наши бабушки что мы делаем берем две кастрюли так чтобы одна кастрюля помещалась другую нужного размера в большую кастрюлю набираем воды чтобы меньшую кастрюлю когда мы помещаем во внутрь донышко касалось воды все у нас классическая водяная баня нам принципе для приготовления сыра больше ничего не нужно просто ее придется греть на газу или на электроплитке а это греется автоматически плюс здесь можно выставлять температуру единственное преимущество ну вот друзья собственно говоря нам надо процедить молоко потому что молоко у нас хозяйская мы хозяйка его тоже процеживает после дойки но мы на всякий случай процеживаем еще раз друзья и забыл самое главное нам еще понадобится форма для приготовления сыра мы используем форма с поршнем обязательно потому что этот сыр надо будет прессовать и прессовать достаточно большим прессом мы используем вот такие вот формы из терапласта продаются они у украинского производителя если кому-то интересно спросите в комментариях я пришлю ссылку цены он указывает в долларах и отправляет в российскую федерацию единственное что отправка конечно в российскую федерацию сейчас стоит не вменяемых денег у меня вчера подписчик попросил отправить ему краник для бочки я нашел этот краник у украинского продавца как бы позвонил на новую почту 500 гривен насчитали за отправку краника ну правда можно было отправить еще укрпочтой но подписчик не захотел потому что говорит долго укрпочта теряет все это ждать месяц в общем такая ситуация друзья извините за лирическое отступление первое что мы сделаем это процедим наше молочко берем марлечку и просто его вот так вот процеживаем делаем это для того чтобы сын не попали просто никакие инородные элементы и в молоке цель на молоке могут какие-то сгусточки быть вот всякие такие вещи поэтому мы процеживаем если вы готовите из пастеризованного молока то принципе эту процедуру можно упустить но один момент из ультра пастеризованного молока сыр не получится даже не пытайтесь готовить то есть максимум что можно это пастеризованное молоко а конечно идеально это домашнее или фермерское молоко перелили молоко в водяную баню включаем нагрев и друзья внимательно не торопитесь быстро нагревать молоко процесс нагрева должен проходить в течение получаса не быстрее и ни в коем случае не нагревайте молоко просто в кастрюле обязательно в водяной бане накрываем крышечкой чтобы всякая пыль сюда не летела и ждем пока молоко у нас нагреется до температуры 32 градуса по цельсия желательно очень точно нагреть молоко это критично для действия данной закваски и потом нам придется еще поднимать температуру всего лишь на один градус тут нужна точность но всяком случае рецепт вот такую вот точность предусматривает сейчас посмотрим насколько это критично но это же будем стараться не выйти за эти пределы друзья и так до встречи молоко глине температура молочка достигла 32 градусов и настало время внести закваску закваска это молочнокислые бактерии друзья принципе они есть и дикие в молоке но мы вносим культурные потому что действие действие тех бактерий молочнокислых которые в молоке она совершенно не прогнозируемая рассыпаем закваску по поверхности молока даем ей регидрироваться то есть намокнуть в течение где-то одной минуты не сразу перемешиваем а именно ждем минутку чтобы закваска регидрировалась и через минуту тщательно перемешиваем молоко перевешиваем не просто по кругу а движениями снизу вверх чтобы закваска распределилась по всему объему молока после этого друзья накрываем нашу водяную баню крышечкой и оставляем на 40 минут при этом поддерживаем температуру 32 градуса желательно чтобы у нас не было никаких скачков температуры ну хотя бы там в пределах одного градуса максимум до встречи через 40 минут итак друзья прошло 40 минут молочнокислые бактерии отработали и внесем хлористый кальций или хлорид кальция напомню 10 процентный раствор и сейчас внимательно если мы готовим из цельного молока не пастеризованного ой значит мы добавляем чайную столовую ложку на 10 литров молока если мы готовим из пастеризованного молока тогда 2 столовые ложки раствора на 10 литров молока вот такой вот такие пропорции хлористый кальций нужен ну случае с не пастеризованным молоком он нужен для того чтобы увеличить количество готового продукта в процессе пастеризации этот элемент он как бы убивается в молоке его просто надо добавлять для того чтобы в принципе сгусток образовался подождем 2-3 минуты и будем вносить молокосвертывающий фермент внесем молокосвертывающий фермент тщательно перемешаем его и для того чтобы определить точку флакуляции молока или точку начала образования сгустка приготовим чистую капроновую крышечку мы и предварительно обдаем кипятком вот сейчас покажем что с ним будем делать лариса перемешает молоко и после на момент внесения фермента друзья я включаю секундомер и вы включаете засекайте время или по каким-то часам засекайте время то есть после того как мы внесли молокосвертывающий фермент процесс пошел после того как хорошенько все перемешали ложим капроновую крышечку на поверхность молока вот таким вот образом и каждые две минуты начинаем прокручивать и покажите как она сейчас крутится пожалуйста ответить она совершенно спокойно крутится как только крышечка привык не прилипнет молоко произойдет это достаточно внезапно поэтому надо контролировать постоянно это и будет точка начала точка флакуляции или точка начала образования сгустка мультипликатор для этого сыра два с половиной временной коэффициент то есть грубо говоря мы время до точки флакуляции будем нажать потом на два с половиной это у нас и будет время окончания образования сырного сгустка или колье как его называют друзья и так мы контролируем крышечку и как только она прилипнет молочку вернемся к вам прошло 18 минут друзья и начал образовываться сгусток видите крышечка прилипла и при прокручивании возвращается назад то есть как получается как сказать такой эффект как ну вот реально как прилипла и так у нас получилось 18 минут 18 умножаем на два с половиной 45 минут полное время образование сгустка 45 минут оставляем сгусток в покое на оставшееся время то есть грубо говоря 18 минут прошло значит еще 27 минут он у нас должен стоять температуру поддерживаем 32 градуса друзья и собственно говоря после этого вернемся к прошло 45 минут друзьям проведем тест на чистое отделение разрезаем сгусток опа все хорошо и можем то есть сгусток должен разрез должен быть чистый и сгусток должен не прилипать к ножу и теперь можем порезать сгусток этот сыр надо резать достаточно мелко то есть режем его сейчас начале вдоль потом поперек столбиками по 5-6 миллиметров стараемся как можно меньше такими тоненькими полосочками вначале режем вот так вот в длину порезали сгусток вдоль и теперь нарежем его поперек точно также стараясь сделать как можно меньше столбики как бы ну естественно если вы готовите в круглой кастрюле тогда крест-накрест то есть у нас форма прямоугольная поэтому я говорю вдоль поперек вот таким вот образом нарезаем его на столбики после того как мы порезали весь сгусток друзьям даем ему отдохнуть пять минут и после этого начнем измельчать его через пять минут друзья начинаем венчиком вот таким вот образом измельчать зерно должно получиться у нас достаточно не мелкая то есть рак конечный размер зерна у нас должен быть где-то 5 на 5 миллиметров в это время можно поднять температуру на 1 градус до 33 34 градусов сейчас тоже включите моста чтобы немножко поднять температуру вот так вот стараемся венчиком его все измельчить максимально максимально мелко но не совсем уже в кашу конечно ну вот где-то до размера меньше сантиметра 5-6 миллиметров зерно должно быть мелкая для этого сыра измельчили зерно друзья и теперь начинаем его помешивать то есть где-то каждую минуту-две аккуратненько перемешиваем зерно чтобы не дробить его в кашу а просто аккуратно перемешиваем шумовочка если остались где-то большие куски то вот так вот шумовкой можно эти куски дальше разрезать и мешать зерно нам надо в течение 40 минут при этом поддерживаем температуру 33 градуса естественно так ларису оставляю за грустным занятий мешанием сырного зерна мешали зерно 40 минут при этом поддерживали температуру надо но получилось такое мелкое подыми еще раз пожалуйста практически равномерная теперь оставляем на пять минут Температуру продолжаем поддерживать. Оставляем на 5 минут, чтобы зерно осело. Нам нужно будет слить сыворотку. В это время приготовим емкость для сыворотки. Ну, куда ее слить. И, друзья, естественно, из сыворотки можно приготовить рикотту, что мы и сделаем. Рикотта это итальянский сывороточный сыр. Если вы не знаете, как его приготовить, у нас на канале есть видео, как приготовить рикотту. Можете его посмотреть в разделе сыры, естественно. Итак, через 5 минут начнем сливать сыворотку. Зерно осело, друзья, и сольем сыворотку. Вот так вот просто ковшиком сливаем до того момента, пока покажется зерно. При этом баню не разбираем. Нам понадобится поддерживать в ней температуру 33 градуса. Друзья, мы отобрали сыворотку. И теперь перекладываем наш сгусток в дуршлаг. Он сразу же начинает слипаться. Главное не выкладывать его на холод. Делать все это в тепле. Внутри... Ты это... Так, ну, поразрывай его. Вот так, да, распуши. Делаем все эти процедуры внутри водяной бани. Что видите, мы пока отобрали сыворотку, он сразу же начал слипаться. Таким вот образом. Перекладываем все в дуршлаг и оставляем прямо внутри. Немножко уплотним, но совсем немножко. Прессовать не надо. Просто рукой чуть-чуть разровняем. Вот так вот и уплотним. И оставляем его на 15 минут прямо внутри водяной бани. В ней поддерживаем температуру 33 градуса. Баню накрываем крышечкой, чтобы нашему сырочку было тепло. Вот. И на 15 минут оставляем его, он спрессуется. Прошло 15 минут, друзья. Наш сыр уплотнялся в дуршлаге в водяной бане. С него натекло где-то пол-литра сыворотки. Мы ее слили. Теперь достаем сыр из дуршлага. Просто переворачиваем его. И, видите, он уплотнился уже. И такой уже, реально, как сыр. Надо нарезать его на полосы толщиной где-то 2,5 сантиметра. Вот так, да. Ну, чуть-чуть меньше, наверное. Тут оно за счет закрупления. Лиза принесла пластмассовую мышку и хвастается. При этом, друзья, температуру в нашей водяной бане мы поддерживаем 33 градуса. То есть, все это делаем в тепле. Теперь складываем, берем эти кусочки, ложим их плашмя. Я думаю, в две стопочки. Да, в две стопочки. Вот так вот в стопочку его складываем. Так уж нам надо будет их менять местами через некоторое время. Ну, вот это вот получится. Не хотел. Ну, да. Почему-то надо в круглую штучку. Вот таким вот образом. Оставляем прямо в водяной бане на 5 минут. Через 5 минут перевернем. Через 5 минут, друзья, произведем вот такую вот операцию. То есть, нам надо нижнее переложить наверх, а верхнее на низ. Это такой упрощенный процесс щедеризации. В это время повышается кислотность сыра. Вот таким вот образом. Оставляем еще на 5 минут. Через 5 минут второй раз повторим процедуру. Так эти уже можно, ты те переложи, а эти опять наверх положим. Положи его вверх ногами. Пусть так щедеризируется. Вот таким вот образом, дорогие друзья. Еще оставим на 5 минут. И приступим к формовке головки. Через 5 минут, друзья, нарежем наш сыр. Видите, сколько он еще сыворотки выпустил. Режем. Вот мы его нарезали на полосы. И теперь режем, нам надо получить такие как бы кубики со стороной сантиметра. Сантиметр-полтора. То есть, разрезаем вот так вот поперек. Вернее, вдоль и поперек. И эти кубики пока из формы не вынимаем. Нам надо, чтобы они не остыли. То есть, пусть будем их складывать вот так вот на донышке нашей формочки. Пусть себе здесь лежат, пока мы режем все остальное. Надо было слить до того, как начали резать. Ну да. Сразу не подумала, мы же слить еще будем. Ну да, надо слить, да. Надо слить сывороточку. Я просто вычерпал сыворотку паломником. И продолжаем резать. Нарезаем весь наш сыр вот такими вот кубиками. Но это не кубики, не совсем кубики. То есть, получается сантиметр на сантиметр. Ну и третья сторона там два с половиной, два, как мы его порезали, друзья. Порезали полностью сырок и посолим его теперь. Из расчета две с половиной столовые ложки соли на каждые 10 литров молока. То есть, так как мы варили из 20 литров молока, то 5 ложек соли. Также, как вы видите, я приготовил форму, продезинфицировал форму и продезинфицировал марлечку. Ты сейчас возьми, перемешай немножко, а потом еще соли насыпь. Потому что ты сейчас сверху насыпешь, и она неравномерно распределится. Все это делаем в теплой водяной бане, друзья. Это 5 уже, да? А ну дай-ка я попробую. Как он на соленость? Соленый. Нормально. Отлично. Этот сыр не засаливается, как, допустим, обычные твердые сыры. Поэтому так вот его солим. Выкладываем форму марлей. Посмотри, только равномерно распределим марлю, чтобы мы потом подстину ее сюда, чтобы могли укрыть нормально. Стараемся, чтобы у нас как можно меньше складок было. И начинаем заполнять форму вот этим вот нашим зерном. Тщательно его приминаем во время заполнения. Закрываем края марли. Ну, естественно, после того, как наполнили форму, я просто помогал Ларисе. Помещаем сверху поршень. И придавливаем грузом 5 килограмм на 10 минут. Через 10 минут, дорогие друзья, будем переворачивать наш сырочек. Через 10 минут, дорогие друзья, достанем нашу головку. Ну, в первую очередь, посмотрим на нее. Доставай ее. В любом случае, из формы надо доставать. Может быть, мы с этой стороны посолим сразу? Давай достанем, посолим с двух сторон. Достаем головку из формы. Видите, она спрессовалась. Уже нету практически этих квадратиков. Но это только начало процесса. Посолим нашу головку с двух сторон. Я думаю, что дальше, наверное, можно ее без этого прессовать. Вы смогли? Да, в принципе, да. Нам первый раз, чтобы вынуть, надо было убедиться, что он нормально спрессуется. Как солить? Ну, так, по щепотке хорошей соли с каждой стороны. Натираем. Положи сразу в форму. Да, положим в форму дренажный коврик. Покладем есть. Или поместим. Есть зрители, которые, к слову, положим, относятся критично. Поэтому коврик покладем. Оботрем сырочек солью. Ты же его другой стороной помещаешь в форму, да? Да, да. И помещаем его опять в форму под пресс. Теперь берем груз 10 килограмм на 20 минут, друзья. Через 20 минут, друзья, еще раз перевернем наш сырок. Слей только сыворотку на чай. Ее так далеко понесло сливать. Я думал, ты ее здесь сольешь. Какая красота. Отлично прессуется. Вообще супер. Перекладываем в дренажный коврик. И покажите головку со всей стороны. Такую вот он структуру немножко мраморную имеет. Другой стороной помещаем его в пресс. Или кладем, как вам больше нравится. Главное, не ложим. Потому что ложим зрители не любят. И с грузом 15 килограмм, добавляющим 5 килограмм. Оставляем на 7-9 часов. Ну, сколько у вас получится. То есть на ночь. Ну, мы где-то на 7-8 часов оставим. А завтра, друзья, будем продолжать дальнейшие действия с нашим кайрфилим. Такое вот название. Я его пока выучил. Но я думаю, сыр получится очень крутой. Но дождемся завтрашнего дня. Следующее утро. Дорогие друзья, достанем наш сырок из-под пресса. Вымем из формы. Давай сюда сразу эту штуку с дренажным ковриком. И помещаем его на дренажный коврик. Вот такая вот красота у нас получилась. Такой замечательный кайрфилим. Друзья, теперь его надо обсушить. Обсушиваем в течение двух дней. При комнатной температуре два раза в день переворачиваем. Чтобы он равномерно обсыхал. Вот таким вот образом. После этого расскажу, как его выдерживать. Так, друзья, наш сырок обсох. Ну, вот он еще достаточно мягкий такой. Но очень красивый. Сейчас покажу крупный план головки. Вот посмотрите, какая головка красивая получилась. Немножко такая мраморная структура. Но мне очень нравится. Вот. И теперь расскажу о вызревании. Ну, конечно, я ее хотел взвесить. Сейчас. Ноль. 1880 грамм. 1900 грамм. Практически в идеале. В идеале из 20 литров должно было получиться 2 килограмма. Ну, не хватает 120 грамм, друзья. По поводу вызревания. Минимальный срок вызревания кайрфилии 3 недели. Помещаем его в помещение с температурой или в камеру для вызревания сыров, или просто в холодную комнату с температурой 12-13 градусов и влажностью 75%. Если такую влажность обеспечить не можете, можно поместить в контейнер и поставить в этот же контейнер блюдце с водой. Конечно, идеально иметь прибор для измерения влажности. Ну, в общем, этот сыр может вызревать до 3-4 месяцев. Значит, в процессе вызревания будет появляться белый налет. Пугаться не надо, смывать его не надо. Если вдруг где-то появится плесень нежелательная, то можно смыть раствором соли и уксуса. Ну, и, собственно говоря, мы через 3 недели этот сыр будем пробовать. Будем его делать именно по классическому рецепту с минимальным сроком вызревания. Через 2 недели сыр можно посыпать, ну, это по классическому рецепту, как его готовят в Уэльсе, в Британии. Можно посыпать жжаной мукой, и она создаст такую коричневую, как бы, корочку, не корочку. Ну, вот не знаю, как жжаная мука закрепится на сыре, но, во всяком случае, в рецепте это написано. Потом, конечно, продегустируем. Обязательно снимем видео о дегустации корфили. Теперь еще несколько слов хочу сказать о нюансах, которые написаны в рецепте. Значит, рецепты мы брали из двух сайтов. 413.com.ua, украинский сайт, и российский сайт Cheese Home или Дом сыра. Рецепты совершенно идентичные, и на что составитель рецепта не обратил внимания. Процедура. Когда надо было сыр собрать в зерно в друшлаг, чтобы оно самопрессовалось. То есть, в рецепте написано просто поставьте друшлаг в раковину, и после этого сыр нарежьте, проведите щедеризацию и так далее. Я считаю, что если охладить сильно зерно, оно потом не спрессуется, не слипнется вот таким вот образом. У меня есть опыт уже такой, мы с Ларисой пробовали, ничего не получалось. Поэтому вот эти все процедуры, самопрессование зерна, порезку, щедеризацию, все это я рекомендую делать внутри водяной бани, так как делали мы. Вот. Ну, соответственно, и первое прессование делать тоже внутри водяной бани. Второе прессование, уже когда мы переворачивали и сорили сыр, соответственно, его уже можно делать вне водяной бани при обычной комнатной температуре. Но это мое МХО, мое мнение. Я считаю, что так правильно. И почему еще считаю, мы смотрели с Ларисой много видео, там, где сыр делают в промышленных условиях, в частности, про процессы щедеризации. Мне было очень интересно, что у нас пошло не так первый раз, когда мы готовили щедер. Помещения достаточно большие, и объемы сыра очень большие. В этих помещениях тепло. То есть, в них изначально температура достаточно высокая. Мне кажется, там далеко, ну, 28 градусов 100% есть. У нас же в квартирах, ну, вот у нас в доме, допустим, 18 градусов. Поэтому холодно, и зерно быстро остынет. Потом добиться того, чтобы оно слиплось, и получилась такая прекрасная меловка, не получится. Соответственно, в квартирах зимой тоже... То есть, летом наверняка можно, когда в квартире там 28 градусов, 25-28, можно все это делать и вне водяной бани. Когда температура низкая, вот сезонно, зимой, лучше все-таки все эти процедуры делать в водяной бане. По поводу прессования. В рецепте, ну, я рецепт размещу в описании видео, но повторяю, этот рецепт мы немножко доработали. Рецепт взят с сайтов, с открытых источников, о которых я сказал. В рецепте написано, первое прессование весом... Рецепт рассчитан на 10 литров молока, то есть на килограмм сыра. Первое прессование весом 5 килограмм, второе прессование весом 7,5 килограмм. Соответственно, у нас 2 килограмма 10 и 15. Я рекомендую этот вес поднять еще на 50%. Но это исходя из личного опыта. Собственно говоря, все остальное вроде бы соответствует рецепту. Но дождемся, это видео я публикую без дегустации. Дегустация будет через 3 недели. Дегустацию сниму отдельно, отдельно выложу. Ну и, собственно говоря, друзья, надеюсь, что видео было для вас полезно. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить наши новые интересные рецепты. Ставьте пальцы вверх, а мы будем снимать для вас новые видео. Всего доброго, пока!